Стоит сказать, что отношения Армении и Украины уже по прошествии какого-то времени не сдвинулись с мёртвой точки вообще. Я могу сказать точно, что прошёл уже больше года с тех пор, как у нас поменялась власть в Украине, уже два года, как Никол Пашинян является премьер-министром Армении, тогда я ещё не говорил, всё-таки надо было дать время, а вдруг что-то поменяется, всё-таки это были интересные события политические, которые могли бы стать возможностью для украино-армянских отношений перевернуть страницу и, в общем-то, начать писать уже на новой странице что-то качественно другое. Ну вот, подождали. Я могу констатировать на сегодняшний день, что с моей точки зрения они не поменялись, эти отношения никак, не поменяются, я думаю, до смены власти и в Украине, и в Армении, и не могут поменяться в принципе. Не поменялись по разным причинам, потому что не появился интерес обоюдный, я сейчас имею в виду государство, то есть у государственных, на государственном уровне, потому что на уровне диаспорта, в принципе, всё как было, хорошо, динамично, активно так и осталось. Но диаспоры сами самостоятельно, ну, прям сдвинуть всю эту государственную машину, ну, понятное дело, не могут, без помощи какой-либо. Не получилось, потому что не изменились подходы к восприятию друг друга. В Украине до сих пор считают, Армению воспринимают, по моему мнению, неадекватно, именно неадекватно. И это на примере Беларуси, вот последних протестов в Беларуси и позиции Украины мы видим, что вот этот такой двойственный, неопределённый подход к восприятию государства, которое вроде как пророссийское, но не пророссийское, но мы не знаем, как к этому реагировать, он может приводить к очень потом неприятным последствиям в плане, когда что-то происходит, Украина не знает, как реагировать. Не получилось, потому что не возникла инициатив с двух сторон. Я здесь говорю и про то, что не было инициатив к качественному изменению отношений со стороны Украины и не было инициатив, к сожалению, со стороны Армении. Почему я говорю, что не могло не измениться уже? Потому что прошло время, я не считаю, что если уже за полтора-два года ничего не изменилось, что теперь вдруг что-то поменяется. Я всё-таки думаю, что здесь для того, чтобы армяно-украинские отношения качественно изменили на другую сторону, всё-таки нужно подождать смены власти. С этой властью, по крайней мере, я точно могу сказать, по результатам анализа нашей внешней политики в Украине, здесь ничего не поменяется. Я также могу судить, конечно, и по другим направлениям. То есть Армения здесь не является исключением, это не какой-то уникальный случай, что там не получилось. У Украины во внешней политике остаются те же проблемы, что оставались на протяжении довольно длительного времени и предыдущей власти, и многих других. То есть эта проблема, я бы не выделял эти проблемы внешнеполитические, связанные с неспособностью генерировать инициативы, смыслы, подходы, только вот, например, к президенту или к министерству иностранных дел. Это проблема всех лет независимости, которая просто так и не решилась институционально. Не построены институты, не созданы определенные принципиальные, ценностные смыслы, которые ложатся обычно как фундамент под внешнюю политику, и мы понимаем, какие наши принципы, кто друг, кто враг, кто партнер, кто там и так далее. Вот этого не сформировалось в Украине. Я думаю, что уже вот, если говорить об этом политическом периоде, не сформируется. И почему я говорю, что не могло получиться? Потому что украинская внешняя политика, в общем-то, на самом деле, внешняя политика Армении, у них есть определенные похожие проблемы, связанные с неспособностью центра генерировать вот эти вот смыслы. Потому что внешняя политика – это очень динамические процессы, под которые постоянно надо адаптироваться и подстраиваться. Особенно сейчас, когда мир очень серьезно меняется, когда глобальные трансформации просто переворачивают с ног до головы все, что мы знали до этого, привычный для нас порядок вещей. И это видно и по событиям в Европе, в Европейском Союзе, это видно и по событиям в Соединенных Штатах. Это сейчас особенно видно, например, если говорить о последних таких самых громких событиях. Это Средиземноморский регион, где очень серьезно меняются региональные расклады полностью. То есть там сейчас все события, связанные с греко-турецким противостоянием в Восточном Средиземноморье, с взрывом в порту Бейрута, в Ливане, и вообще с кризисом в Ливане. Все, что связано с Сирией, с конфликтом в Ливии, с разморозкой такой частичной конфликта на Кипре, когда снова все начали говорить об этих спорах в районе Кипрского шельфа. Все это сейчас в перспективе дает возможность говорить о том, что баланс сил там поменяется. В какую сторону поменяется, точно сказать сложно, поскольку тут участвуют десятки различных внешних игроков от глобальных типа Соединенных Штатов Китая до региональных и суперрегиональных, таких как Российская Федерация, Франция, Греция, Израиль, Египет и так далее. И вот, видя это все, Украина не имеет никакой внешней политики по отношению к таким трансформациям, к таким процессам, не способна адаптироваться, то есть рефлексировать на них. Например, если так анализировать, то Украина до сих пор, в принципе, особо не отреагировала ни на какие процессы, связанные с тем же Средиземноморским регионом, хотя на самом деле он затрагивает напрямую некоторые интересы Украины, учитывая, что Восточное Средиземноморье – это регион, примыкающий к Черному морю и прямо зависящий от него, и нельзя их рассматривать отдельно. То есть, поэтому армяно-украинские отношения не развивались по причине вот просто невозможности развиваться в условиях институционального кризиса, очень острого, который сейчас наблюдается в Украине, и я думаю, что он проявляется в некотором смысле в Армении тоже, потому что здесь, наблюдая за тем, за публичной риторикой и нашего МИДа Армении, наблюдая за реакцией на различные события, я могу сказать, что, к сожалению, те проблемы внешней политики на доктринальном, институциональном уровне, на кадровом уровне, которые существуют в Украине, они, к сожалению, с моей точки зрения, вот в некотором смысле актуальны для Армении. Поэтому здесь, то есть мы сейчас имеем дело с периодом такого очень затяжного кризиса. Я бы вообще назвал армяно-украинские отношения, я бы сейчас вот на сегодняшний день охарактеризовал как такие вялотекущие стагнации. В принципе, всю внешнюю политику Украины вот сейчас можно охарактеризовать как вялотекущую стагнацию, а местами даже унылую. Потому что, в принципе, если посмотреть, даже привычные, традиционные внешнеполитические направления Украины, которые считаются приоритетом, американская, западноевропейская, турецкая, например, они тоже не очень и развиваются. То есть полноценной внешней политики на этих направлениях, вот то, как оно должно быть, с институциями, со смыслами, со стратегиями, с концептами, с видением, ее нету. Есть определенные рефлексы на какие-то события, когда они напрямую касаются. Вот там произошли протесты под посольством Украины в Ереване, отреагировали. Если бы они не произошли, не отреагировали бы. То есть когда начинаются уже конкретные, вот уже касаются Украины. Есть определенные маневры оперативно-тактического характера, проводимые просто отдельными людьми. То есть не институцией, а людьми. Из-за чего это одна из проблем, если уже охарактеризовать, то одна из проблем внешней политики Украины и внешней политики, кстати, многих постсоветских государств.